Сама идея проекта перенести сегодняшних студентов в 41-й год художественными средствами родилась как бы сама собой. Здесь и музыка, и песня, и театр. В университете бережно хранится память о поколениях его выпускников, о героях, вписавших свои имена в историю страны. Ведь Вера Волошина именно студенткой уходила на фронт. В университеты сегодня приходят ветераны, участники войны, свидетели времени. Делятся они этой информацией со студентами. Есть у нас и родители, есть у нас и преподаватели, и их родители, которые к нам приходят. И студенты с большим интересом слушают эти истории. И когда они делятся впечатлениями об этом времени, они говорят, мы победили, мы народ победитель. Тем самым приобщая к себе, к этой нашей победе, никто не забыт и ничто не забыто. Завтра была война. Это не просто название проекта. Для молодых людей своего времени это были пророческие слова. А как это время отразить сегодня? Как вжиться в тот образ, даже в одежду той эпохи, с сегодняшним первокурсником? Другие воротники, да? Я вам покажу. Да. Мотострелковые. Мотострелки, да. Как вот себя чувствуешь? Вот смотри. О, грубовато, жестковато. Ну, честно, первое ощущение, ну, сначала страх, потому что все же это, ну, солдаты носили, когда была война. В современности привыкли к легкой одежде, футболочке, там, маечке. А вот девушки смотрят на моду тех лет более приветливо. Годы идут, а мода возвращается. Раньше было модно использовать как-то горошек. И сейчас горошек тоже очень модный. И мелкие цветочки, они также очень сейчас модные. Но есть и то, что отмечают сегодняшние студенты в отличиях характеров с людьми 41-го года. Они отличаются от нас. Отличаются очень. Ну, кардинально отличаются. И, по-моему, это отличие даже заметно. Для себя, чтобы понять, как жили там наши деды, прадеды. Это же все надо знать. Многое невозможно сегодня представить. Хотя написано очень много книг, снято много фильмов. Но что-то передается и незримо через поколение. Моя девушка, она медсестра на войне. Вот. И она была той на выпускном озорной девчонкой. Той яркой, которая желала прекрасной жизни. Хотела выйти замуж, нарожать детей. Но тут война. На мне есть некий пиджак. Он остался с моей прабабушкой. Все участники проекта выходят на сцену под своими именами. Они проживают ту жизнь. Обращаются к своим сверстникам. Мы помним. Чтобы не дать забыть. И напомнить людям о том, что война все-таки это трагедия. Которая унесла много жизней. И которая до сих пор уносит много жизней в некоторых странах. Завтра была война, потому что многие люди, никто не хочет этого завтра. Время все расставляет по своим местам. Если оно не забывается. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.